Похоже, у нас с вами серьезный разговор намечается. Привет! Меня по-прежнему зовут Вероника, и сегодня мы с вами будем разговаривать о психотерапии. Точнее, я поделюсь своим опытом первой сессии с психологом. Я надеюсь, вам это видео поможет, вас оно вдохновит на то, чтобы начать ходить к психологу, если вдруг у вас эта мысль крутится в голове очень долго. Я, например, собиралась месяцев 6, наверное, то есть думаешь, да, да, надо, надо, надо сходить, но почему-то этот момент никак не наступает. И на самом деле у меня были довольно расплывчатые представления о работе с психологом, но в чем-то все-таки мои ожидания не совсем оправдались, и я хочу сейчас этим видео приоткрыть для вас эту завесу и обрисовать работу с психологом так, как ее вижу именно я. Наверное, логично будет начать свой рассказ с объяснения, зачем вообще я пошла к психологу. Постоянные мои зрители об этом уже знают, но мало ли, вдруг кто-то впервые попал на мой канал. Сейчас вкратце обрисую. Часто бывает, что я испытываю какую-то тревожность, и ее сила зависит от моего настроения, от моего душевного состояния и, конечно, от места, в котором я нахожусь, от людей, которые вокруг меня. Я просто хочу чувствовать себя свободной, я хочу ничего не бояться, ничего не стесняться, ходить туда, куда я хочу и общаться с тем, с кем я хочу. Есть такое ощущение, будто бы я нахожусь внутри себя, как в клетке, и у меня есть большое желание как-то проявляться в этот мир, что я, конечно, делаю посредством блога. Мне кажется, именно поэтому я завела канал. Мне хотелось как-то проявляться, но во внешнем мире мне это делать трудно. Вот сейчас я записываю видео, я чувствую себя просто как рыба в воде. Но если бы передо мной сейчас сидело тысяча человек или несколько тысяч, не знаю, сколько ребят посмотрят данный ролик, вряд ли я бы сидела вот так вот более-менее расслабленно, об этом во всем рассказывала. В основном на первом сеансе говорила я, да и на втором на самом деле тоже. То есть ты просто садишься и начинаешь изливать душу. Кстати, лайфхак, лайфхак вам, как выбрать психолога. Вот знаете, на что я обращала в первую очередь внимание? Это может звучать очень странно, но это реально работает. Выбирайте психолога в первую очередь по фотографии. Смотрите на фотографии, смотрите на внешность человека, смотрите на взгляд. Если внешность располагает, если вы доверились бы этому человеку просто по фотографии, то это очень хороший знак. Естественно, не нужно идти к человеку, который даже внешне вам не нравится и вас отталкивает. Это абсолютно нормально. Конечно, внешний фактор это далеко не единственный фактор, но лично я в первую очередь смотрела на фотографию. И, кстати, мне еще было важно, чтобы психолог не был слишком молодым, но и не был слишком взрослым, так скажем. То есть я хотела выбрать специалиста где-то от 30 до 40 лет, и чтобы это была женщина. Да, я занимаюсь с психологиней. Мне очень нравится слово психологиня. Иногда я говорю психолог просто по привычке, но хочу в свой лексикон включить слово психологиня на постоянной основе. В общем, в первую очередь я выбрала свою психологиню по фотографии, потом начала смотреть образование и обнаружила, что эта девушка закончила университет в моем городе. И когда я после первого сеанса на неделе поехала в центр прогуляться, я как раз шла мимо этого педагогического университета и думала, а здесь первое базовое образование получила моя психологиня. Там дальше еще был на сайте перечень документов, перечень дипломов. То есть моя психологиня дальше повышала, повышала квалификацию уже в московских учебных заведениях. Кстати, я в последнее время перестала париться, когда как-то оговариваюсь на видео, я даже не перезаписываю такие куски, не вырезаю. Мне кажется, это создает ощущение такой живой беседы. Если вы ждете, что до первого сеанса вам откроют какую-то Америку, вы сразу после первого сеанса будете преисполнены до какого-то высочайшего уровня, то я рекомендую вам все-таки немного снизить свои ожидания, потому что психотерапия, она не работает за один сеанс. В основном она не работает даже за два сеанса, за три. Психотерапия это система. К психологу нужно ходить регулярно. Мне кажется, месяца два-три точно, когда вы первый раз начинаете во все это вовлекаться. Я не знаю, честно говоря, сколько мне понадобится сеансов. И вообще, кстати, я планирую проходить терапию в течение всей своей жизни. Периодами, конечно, не прямо подряд на постоянной основе. Например, несколько месяцев я терапевтируюсь, потом несколько месяцев делаю перерыв, и, скорее всего, в жизни будут возникать и дальше какие-то трудные моменты. Я думаю, что невозможно преисполниться настолько, что тебе вообще больше никогда не понадобится психотерапия. Так или иначе, в течение жизни ты будешь чувствовать потребность в данном специалисте, и это абсолютно, блин, нормально. Лечить душу точно нужно. И по моему скромному мнению, психолог нужен каждому человеку. Просто масштаб проблем, глубина травм у всех очень-очень разная. И если кому-то просто достаточно выговориться человеку, который будет вас слушать, потому что это его работа, потому что он профессионал в этой сфере. И вы знаете, кстати, рассказывать о своих трудных жизненных ситуациях психологу, это абсолютно не одно и то же, что рассказывать это друзьям, семье или даже самому себе. Это какие-то другие ощущения. Ты понимаешь, что, во-первых, ты рассказываешь это специалисту, и опять же в его интересах тебе помочь, тебя вылечить, потому что вы именно для этого, собственно, и собрались. Если ваши близкие, друзья, семья как-то эмоционально реагируют на то, что вы говорите, и вас безусловно, безусловно поддерживают, то психолог такой реакции вам не даст. Он будет слушать вас с суперспокойным, нейтральным лицом, но при этом в его голосе вы будете слышать поддержку. Психолог поддерживает, но несколько иначе. Психолог делает это более тонко, так незаметно, и после сеанса вы можете почувствовать облегчение. Почему я говорю «можете почувствовать», ибо «можете и не почувствовать» фишка в том, какую тему вы с психологом обсуждали. Например, после первого сеанса я чувствовала облегчение, то есть главная тема нашей беседы – это моя тревожность. На втором сеансе я была сильно напряжена, потому что я и рассказывала об одной из самых главных болей в моей жизни, и мне кажется, именно отсюда произрастают многие-многие мои проблемы, проблемы вообще во всех сферах, в сфере реализации. Хотя не могу сказать, что у меня в этой сфере какие-то серьезные проблемы, я реализовываюсь, я получаю удовольствие, я зарабатываю через эту самую реализацию. Но фишка в том, что мне хотелось бы развиваться быстрее, эффективнее, и есть ощущение, что мне что-то мешает, опять же, внутри меня. То есть это не внешние какие-то обстоятельства, а вот что-то как будто бы меня удерживает и тянет назад, понимаете? И как раз мы на втором сеансе обсуждали мои отношения с папой. Конечно, я сейчас не хочу подробно, суперподробно это все разбирать. Я думаю, что это будет неэтично по отношению к моему родителю, потому что, мягко говоря, то, что я скажу, может повергнуть некоторых людей в шок, в непонимание. И это все-таки какие-то личные дела, личные разговоры, и мне бы не хотелось получать от зрителей какие-то неправильные оценочные суждения, потому что только я знаю полностью от и до свою историю, потому что только я знаю, что я чувствую. Что мне вообще со всем этим делать? Хотя бы примерно я тоже сейчас понимаю. Ну, вы уже поняли, что отношения мои с папой крайне непростые. И главная проблема в том, что я не отсепарирована пока что, я не отделена, я до сих пор... Вот сознательно я не ищу никакого одобрения, но бессознательно вот этот мой ребенок, он его хочет получить, он жаждет получить это одобрение и любовь в определенном виде. Но, к сожалению, мой папа дает мне ту любовь, которую он может дать, а я эту любовь не принимаю, потому что мне нужна другая. И фишка в том, что мне нужно смириться с тем, что я никогда не получу то одобрение, ту любовь, которую я хочу. Это в принципе невозможно. Я это осознаю максимально. Вот насколько только это можно осознать. И сейчас мне нужно над этими вещами работать. Я вспоминала достаточно много событий, я и рассказывала много ситуаций. И, конечно, я эмоционально, внутренне опять возвращалась в те состояния. Я опять чувствовала сильную подавленность, сильную тревогу. И, конечно, в данном случае после сеанса я не испытывала облегчения, как, допустим, после первого сеанса, который, кстати, научил меня расслабляться и больше жить в моменте, и давать себе больше времени на отдых. Какие-то новые осознания к вам, скорее всего, будут приходить не во время сеанса, а после, когда вы начинаете обрабатывать всю информацию, которую вы получили, и даже заново как-то по-новому обрабатывать информацию, которую вы отдали психологу. Опять же, это не одно и то же, что поделиться переживаниями с мамой или с подругой. Эффект от того, что вы рассказываете психологу, он какой-то абсолютно другой, какого-то другого качества, я бы даже сказала, для ваших осознаний. Казалось бы, за эти два сеанса в основном говорила только я. Необходимо в любом случае ввести психологиню в курс дела, потому что если она недостаточно знает меня о ситуациях, которые я переживала, соответственно, она не может мне помочь в полной мере. Поэтому я старалась ей выдавать все, все, что я помню, все, что я чувствовала тогда, все, что я чувствую сейчас, чтобы у психологини сложилась как можно более полная картинка меня. И, конечно, она давала мне определенные комментарии. Я слушала и понимала, что да, я это знаю, эти инсайты уже есть в моей голове. То есть, казалось бы, я не слышу ничего нового. Два сеанса, и вроде бы никакую Америку мне не открывают. И вопросы, казалось бы, психолог задает самые обычные, по типу, что вы чувствовали в тот момент, а что вы чувствовали тогда. Это все равно работает каким-то магическим образом. Знаете почему? Потому что в моей голове начали появляться, во-первых, новые выводы, более конкретные. И, во-вторых, я начинаю гораздо глубже осознавать то, что я уже осознавала ранее. И вы знаете, после первого сеанса на неделе, я, кстати, хожу к психологине каждую неделю. После первого сеанса мне начали сниться сны. Мне три дня подряд снились сны. Два из них были очень похожи в плане ощущений. Я там испытывала какую-то тревогу. Была пара ситуаций. Я думаю, что сейчас бессмысленно это описывать, потому что это будет звучать слишком кринжово. И все равно ничего не будет понятно. Но фишка в том, что в этих двух снах, в этих двух разных ситуациях я испытывала сильную-сильную тревогу. И мне нужно было для положительного исхода ситуации взять ее под контроль, что-то сделать, но у меня не получалось. Я понимала, что если я ситуацию под контроль не возьму, будет очень плохо. То есть последствия будут разрушительными. Возможно, я даже могла погибнуть. Это был какой-то вопрос жизни и смерти. Прям очень важный. И я понимала, что если я начну разруливать сейчас эту ситуацию, то мне будет очень плохо. Это огромный риск. Но также я понимала, что если я эту ситуацию разруливать не начну, все тоже будет очень плохо. И вот в этих снах я оказывалась в какой-то клетке. Так же, как и в реальности, я нахожусь в клетке самой себя. Короче, работа психолога настолько тонкая, она невесомая, она такая незаметная. И вам кажется, что ничего не изменилось глобально. Вот вы сходили на один сеанс, на второй, и думаете, а что вообще происходит? А приносит ли мне какую-то пользу? А приносит ли мне это какой-то результат? И, возможно, вы даже придете к тому, чтобы прекратить эти занятия или же сменить психолога. И вы начинаете метаться и размышлять, а что же вам делать? И знаете, я могу порекомендовать вам ни в коем случае не забрасывать, если вы начали. Вы можете сменить психотерапевта, если вы понимаете, что вам дискомфортно общаться с человеком, если он вам не нравится, неприятен. Вам не нравится подход, это абсолютно нормально. В этом случае, конечно, нужно специалиста менять. Но вот если вы сходили несколько раз и не понимаете, вроде что-то происходит, вот что-то сдвинулось, понимаете, но вы не можете это ощутить в полной мере, вы не ощущаете масштаб этого. Данная ситуация абсолютно нормальна. Поверьте мне, результат будет только после системы этих сессий. Не ждите чего-то глобального после первого, второго, даже третьего сеанса, потому что это вступление, это начало, это вводные занятия. Если вы так и будете менять психолога, представляйте каждый раз новому психологу. Вам нужно все по новой объяснять и вводить человека в курс дела. Поэтому чем дальше вы занимаетесь с психотерапевтом, тем глубже вы начинаете погружаться в свои проблемы. Потому что сразу вот спинка сходу это сделать нереально. Поэтому если вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Это ваш мозг опять затягивает вас в ту точку, из которой вы хотите уйти, потому что просто он привык там находиться. И работа с психологом это что-то новое. В результате психотерапии вы будете абсолютно другим человеком. Но самое интересное, что в процессе занятий с психологом вы абсолютно не будете замечать, как вы меняетесь. Но вы меняетесь. И вы начнете уже меняться после первого сеанса на самом-то деле. Но это настолько незаметно. В начале второй сессии психологиня задает мне вопрос. Вероника, вы о чем сегодня хотите поговорить? И я начинаю ей объяснять, что хочу, обсудить папу. И задаю ей вопрос. Как будет продвигаться в дальнейшем наша работа? Есть ли какая-то система? Есть ли какая-то структура? Чтобы я знала, как мы движемся. Может быть, есть какой-то план? Ох, Вероника, Вероника, наивная ты душа. Вы знаете, мне всегда хочется, чтобы дали инструкцию, в которой по пунктам будет перечислено, как нужно жить. Сделай А, Б, С, и ты будешь счастлив. Так не бывает. Это вообще так не работает. Психологиня на мой вопрос ответила, что никакой системы плана нет и быть не может. Психотерапия это непредсказуемая штука. Это очень тонкая, так скажем, материя. И предсказать, что будет через 5-10 минут, предсказать, что будет на следующем сеансе и дальше просто невозможно. Это тот час, благодаря которому вы максимально погружаетесь в себя, вы максимально отдаетесь своим эмоциям и получаете, конечно, профессиональную поддержку. И потихонечку, понемногу вам становится легче. Вы начинаете видеть источники своих проблем. Вы даже начинаете видеть решения. И прикол в том, что психолог не говорит вам, что делать. Он не скажет вам, что делать. Вы это сами поймете. Вы до этого сами дойдете. Психолог, он как наставник, как проводник, очень незаметно направляет вас на нужные мысли. И вы сами, сами доходите до необходимых осознаний. Поэтому, если вы в какой-то момент разочаровались в психологе, возможно, ваши ожидания просто не оправдались. И я повторюсь, что нужно, ну, как минимум 10 посещений пройти. И только тогда можно делать какие-то выводы. Делать выводы после первого-второго сеанса. Это бесполезно, потому что это только самое начало. Да, я понимаю, что это не очень-то маленькие деньги. Например, я плачу около 3 тысяч за часовой сеанс. И я понимаю, что это для меня сейчас приоритет. И что я лучше не куплю книг. Но я зато потрачу эти деньги на сеанс с психологом серьезно. Потому что это инвестиция. Это вклад в мое здоровье. Это бесценный вклад в мое будущее. И я абсолютно не должна вообще жалеть на это деньги. Поэтому буду с вами дальше делиться своими эмоциями, ощущениями. И мне будет очень интересно, если вы напишите в комментариях о своем опыте работы с психологом или с психологами. Был ли ваш опыт удачен? Или же вы разочаровались? Напишите, пожалуйста, почему вы разочаровались в психологе? Сколько раз вы ходили? Я буду ждать от вас обратную связь. Спасибо большое, что слушаете меня, что смотрите меня, что вообще находитесь со мной, что интересуетесь тем, что я говорю. Надеюсь, вы берете для себя полезные вещи, что вы приходите к полезным выводам. Мне очень важно знать и видеть, что то, что я делаю, кому-то нужно. И это действительно кому-то приносит пользу. Это такой бесценный обмен энергиями. Поэтому я очень жду вас в комментариях. И мы совсем скоро увидимся на книжном канале. Совсем-совсем скоро. Ну а на этом через неделю, как всегда. Пока-пока.